Мне тоже мысль интересна. Давай, гоните хорошо. Многие хотят, чтобы был мир во всем мире, чтобы войны не было вообще или сейчас не было поскорее мира. Это все, с одной стороны, правильно, но с другой стороны, если посмотреть, то почти всю историю человечества ведет войны, ну то больше, то меньше, там разного масштаба, накала. Но есть две духовные теории, которые объясняют, почему так. Суть в том, что при современном состоянии человечества войны неизбежны. Первая теория объясняют авторы Кришнаиты, ну или преданные Кришны, Вайшнавы, они же, что люди едят мясо, ну многие едят, особенно мясо коров, свинину едят, и это очень неблагоприятно сказывается кармически, потому что это создает причины, чтобы люди убивали людей. Люди тоже бил друга. Ну то есть раз человек убивает животных, значит он должен быть убит по законам кармы. Ну то есть как бы что посеешь, что пожнешь. То есть причем не обязательно убивать лично, даже если ты покупаешь мясо, ты его продаешь, ты его кушаешь, ты все равно так или иначе посвенно участвуешь в этой цепочке. Кроме того, когда ты ешь мясо, это не только Кришнаиты, ну и Зеланд, эзотерики говорят, это там программа смерти, то есть последние минуты животное же оно сознавало, что его убивают. То есть это программа, ну самоуничтожение, программа смерти, страдания, в общем ужаса, страха. Короче, веганая, не как в себя. Ладно, если люди умеют очищать пищу с помощью молитвы или медитации, но это мало кто умеет очень. Ну да ты там мониторишь. Ну я умею, но и то я ленюсь порой. И то это не стопроцентная очистка, играть. Так вот, то есть первая причина, что люди, в общем резюмирую, едят мясо по этому гойно. Второе объяснение, вторая теория в том, что люди накапливают негатив не только через мясоедение, ну через всякие там грехи кармические, неискусные действия, там злятся, там завидуют, привязываются к материальному, там что-нибудь еще там делают плохое. В общем грешат, короче говоря. И война это способ очистки. То есть получается на войну люди, которые должны пострадать, едут. Ну карма, они же не просто так едут, значит у них судьба такая, у них карма такая. То есть им это уготовано. То есть это либо проведение божественное их туда ведет, либо они сами туда подсознание их ведет. И они там стреляют друг в друга, убивают друг друга и получается негатив так уходит. Получается, да, то есть он как бы отрабатывается. То есть люди через страдания отрабатывают часть своей негативной кармы. Но они с другой стороны создают негативную карму, поэтому это колесо, оно продолжает крутиться. Есть еще третья теория, вспомнил о том, что многие демоны любят энергию страданий. Гавах, да? Да, гавах так называемый. Ну или гавах я привык произносить. Это термин Данил Андреев ввел. Но суть это вот в том, что война, она помогает очень много энергии страдания. Ну там люди страх испытывают, гавах, вот такие вещи. Это еда для многих демонов и валюта у них своего рода, да? Поэтому они специально так управляют людьми. История человечества направляет, чтобы люди много страдали. В том числе через войны, в том числе через болезни, через всякие там преступления, да? То есть искушают людей, ну грешить, чтобы люди страдали, а для них это выгодно. То есть можно сказать, что они, ну у них такая вот, их миссия, да, вводить человечество на темный путь. Ну понятно, они же... Эти теории, они не противоречивают друг другу, они все и заполняют друг друга. А вот обратная ситуация, возможность есть, ну там, всякие потусторонние существа, которые питаются энергией страданий, а энергии всякого кайфа, наслаждения есть? Уже не существа, да. То есть ты получаешь, типа, как сказать, группа людей собралась, там какой-нибудь тренинг друг другу, а-а-а, давайте друг друга там кайф-то ставим. Энергия и сексуальное наслаждение, там тоже демоны ей рулят, то есть они тоже на другие демоны. Сексуальное, они без проникновения просто друг друга всяко трогаются. Есть всякие энергии, радости, да? Да, когда, давайте друг друга щупать и удовольствие получать, смеяться вместе. Лучше их кормить. А есть же такие даже практики, когда, типа, вместе собираются люди, начинают хохотать, вот типа, йога смеха. Даже на этом, вот, как-нибудь, святоусье, там был чел, который вот вел эти, как-то такие зарядки, смеха зарядка называлась. Все собирались в такой кружочек и начинали тупо ржать вот это вот, да? Что-то такое надо делать, чтобы это, как говорится, новолуние, давайте ржать и зашивать вены. Ну, в смысле, как-то так. Ну, по-другому ждем.